Здравствуйте! В эфире передача «По-тихому». Карельский парламент учредил, чтобы с нового срока правления мэра этот пост был модернизирован в пост сити-менеджера. И на эту должность теперь будут назначать депутаты Петросовета. Депутаты законодательного собрания приняли решение, что теперь в Петрозаводске будет сити-менеджер, а не мэр Петрозаводска. Как вы видите преимущества новой модели управления городом? Я уже неоднократно по этому поводу говорил. Преимущества очевидные, когда человек находится на должности, и если он не справляется, то можно принять оперативное решение и поменять человека. Это самое главное. Он будет всегда оглядываться на свои поступки, правильно ли он принимает решения. Всегда будет смотреть и советоваться, и советоваться с республиканской властью, с исполнительной властью республики. У нас в гостях Вячеслав Иванович Кашин, депутат Петросовета нескольких созывов. Здравствуйте, Вячеслав Иванович. Вам и слово, Вячеслав Иванович. Здравствуйте. Я как депутат Петрозаводского городского совета поддержал инициативу совета войти в законодательное собрание и принять законопроект о том, чтобы не избирать всенародно мэра, а назначать его составом депутатов Петрозаводского городского совета. То есть это ведь будет так, что если придет не тот человек, то спрос-то у населения будет теперь с кого? С депутатов. С вас. Все правильно. Потому что вот сегодня, допустим, мэр может так сказать, вы знаете, меня народ избрал, поэтому оставьте при себе свою критику, да? Сегодня так мэр ведь говорит. А вот в новом сроке, когда это будет сити-менеджер, за что вы сейчас голосовали, то у народа теперь уже будет вопрос, подождите, а вы кого привели? И если будет отзыв, я так понимаю, что теперь уже отзыв может быть одновременно и к депутатскому корпусу. А что же вы за человека назначили? А правильно, я считаю, так и должно быть. Сегодня каждый депутат, в общем-то, работает в своем маленьком округе. И тоже как бы ответственности. И как бы говорит, вот у меня я здесь занимаюсь, а в целом за город-то я как-то... А теперь-то ответственность получится. А так и должно быть. Вот я вспоминаю период, когда я уже стал депутатом, ведь было в городе 600 депутатов. Да, да, был такой период. Причем избирались туда и хозяйственники, директора, учителя, врачи, то есть был широкий спектр. Можно было из кого и выбрать. Я вот поясню телезрителю, в чем принципиально приглашение было сегодня в студию Вячеслава Ивановича Кашина. Потому что это, во-первых, человек, я не знаю, с вами сравнится какой-нибудь депутат по количеству созывов, которые... Нет, я пока и старейшина, и с самым большим числом избраний. Да, то есть 6 или 7 у вас избраний город избирал при любых мэрах. Вот он, Вячеслав Иванович, начиная с 83-го года. Как раз ушел вот Сепсиков, о котором мы сегодня особенно внимательно говорим. То есть вам сколько лет, Вячеслав Иванович? Мне 76-й год. 76-й год вам. Вы родились, получается, в 39-м году, да? Да. Вот, Сепсиков в 25-м родился, и он был во главе города, как раз закончил быть во главе города, как раз вы пришли в Петросовет. И вы застали вот то советское время, когда вот, ну, власть как бы, ну, была едина с народом. Мы можем сегодня по-разному относиться, но это то время Сепсикова, когда, вот для примера тоже деталь приведу, скажем, в год около 6-ти километров труб прокладывалось там, либо вода, либо теплоцентраль. Вот просто вот, чтобы понять, насколько это монументально работал город. Хотя вот, Вячеслав Иванович, вот если сравнить по деньгам, вот сегодня 4,5 миллиарда бюджета, тогда сколько было? Вы знаете, не более 300 миллионов рублей. 300 миллионов рублей, да? Ну, с другой стороны, как их сопоставишь? Невозможно сопоставить. Невозможно сопоставить. Я даже вот свою отрасль возьму, здравоохранение, в городе на все здравоохранение уходило 17 миллионов рублей. 17 миллионов рублей. А на все здравоохранение республики 47 миллионов рублей. Сегодня за 17 миллионов рублей ты дорогу во дворе дома только починишь, одного. Но этих денег хватало для развития. Вы знаете, вот период... Еще как хватало, если мы на тех ресурсах живем до сих пор. А я вам скажу, вот с 80-го года, я был замминистра здравоохранения по 90-й год, шло интенсивное строительство материальной базы. Практически в каждом районе была построена центральная районная больница. Вот поскольку мы интервью берем у вас вот в месте, где вместо вашей работы, законодательное собрание, мы специально вас подвели к памятнику Ивану Ильичу Сенькину, а поскольку именно при нем, при этом руководители республики было золотое время Петрозаводского, кто руководил Сепсиков. Вот насколько вы знакомы с этой историей, и как вы понимаете те победы вот тех чиновников, которые руководили городом в 70-е, в конце 60-х годов? Ну, тогда время было другое, экономика другая. Разные факторы способствовали, не такие, как сегодня, мы знаем, что у нас сегодня рыночная экономика, но тем не менее это был член команды, это был человек, которого назначили, и голосовал за него городской совет, и это был своеобразный сити-менеджер. Он и ответственность у него была перед партийной структурой, и перед жителями города. Вы же помните раньше, если кто-то, если пожалуется в город с полком, там, или, да, в партийный, то все партийные руководители разбирались на политсоветах, там, и так далее, и достаточно жесткие решения принимались. Поэтому я думаю, что это как раз модель, которая похожа на сегодняшнее решение. Вообще, вот что нам важно сегодня, как телезрителям сказать, это вот, скажем, вот эту цепочку власти. Ведь тогда Сепсиков, который был в 69 году избран, в 1969 году. Да, и власть была построена таким образом, что из числа депутатов избирался исполком. А были условия вот тогда по избранию? И были условия. Какие? Потому что депутатами избирались очень многие, ну, квалифицированные специалисты. Хозяйственники, да? Там были хозяйственники, директора предприятий крупных, там были инженерные службы, там архитекторы. Все, много было врачей. Но тогда ведь, очевидно, партия очень мощно влияла на избрание. Конечно, конечно, партия, мы говорим, будем проводить какая-то комиссия отбор. Конечно, партия занималась подбором кандидатуры, возможной кандидатуры. То есть депутаты лишь голосовали, как бы документировали, но избирала партия, да? Но могли быть и несколько кандидатур, могло быть и несколько кандидатур. Значит, потому что и заместители председателя по строительству, по жилищу коммунальному. Подождите, несколько кандидатур, вы хотите сказать, что и избирались эти несколько кандидатур, сразу же и зам избирался? А как же? Избирался председатель исполкома, заместитель председателя исполкома. И вот этот исполком городского совета депутатов трудящихся, он был исполнительной властью между сессиями городского совета. Когда собирались все депутаты, вот 600, это была сессия городского совета. А какое временное плечо, там, скажем, от сессии до сессии? Раз в квартал было. Раз в квартал. Да. То есть, теоретически, вы могли сместить власть за квартал. Через три месяца. Через три месяца. Да. Вас, допустим, не устраивало, как управляет человек? Но, подождите, вы мне еще не дали ясный ответ. Вот эти люди, которые были выдвинуты как кандидаты на голосование, эти люди были выдвинуты партией, а вы за них голосовали, либо вы, ну, субъектно, по-человечно принимали решение, что вот пойдет Сепсиков? Значит, до сессии собирались депутаты по району. Вот у нас был определенный район. Ах, вот как. Так это поэтапно было. На этих группах депутатов обсуждались кандидатуры, возможные для этого. И затем от актива, актив выделялся, городского совета, вносилась эта кандидатура. Не партия вносила, такого не было. А что потом партия просто должна была рассмотреть эти кандидатуры и утвердить. Утверждать кандидатуру, да. Это, я вам скажу, утверждение. Но утверждение это все-таки уже хоть какая-то демократическая норма. То есть все-таки не декларативно было сказано там Иванов, Иван Иванович. Партия утверждала. Партия утверждала инициативу народа. Я не сомневаюсь, что эта кандидатура, вот когда предлагалась, она обсуждалась до этого в основном комитете партии. Но условие все-таки было обязательно из числа депутатов. Да, только из числа депутатов. И вот да, вот телезрителям мы сейчас подчеркнем, что при новой норме это вы можете избрать из числа депутатов. Вас наверняка, как в любом созыве, есть достойные люди. Так а любой депутат может претендовать, если он считает себя профессионалом и ответственным. Но это не значит, что депутат находится в более привилегированном положении по отношению к некому другому человеку, который выдвинется также на пост. Они ведь выдвигаться будут в конкурсную комиссию. В конкурсную комиссию, конечно. Да, комиссия будет решать, кого, кто более подходит, кого можно рекомендовать. Я так понимаю, что дальше городскому совету... Мы должны правильно объяснить, что эта комиссия лишь работает с этими кандидатурами и их предлагает в сессии, за кого нужно голосовать. Но решает все равно сессия. Депутаты все равно. Корпус на решение комиссии может наложить вето и сказать, нет, вы знаете, а нас не устраивает. Нет, так он просто не проголосует. Не проголосует, и все. Объявят новый конкурс. Да, не проголосует. Вот, может, вот так. То есть вот такая процедура, при которой действительно демократично, вот, знаете, да, выразаясь уже нашим образным языком, любая кухарка может возглавить город Петрозаводск. То есть, да, выдвинется эта кухарка, вы найдете там ее способ правления интересным, и, ну, я образно говорю, Числав Иванович, понятно, да, что это вождь ваш так сказал, что... Ну, было такое, что может претендовать любой выдвигать свою кандидатуру. Любой, любой. Ведь это одно дело. А быть избранным – это другое дело. А как вы определяете критерии, по которым должен избраться этот человек? Ну, критерии тоже, значит, на самом деле ничего необычного нет. Я думаю, что человек должен знать немножко юриспруденцию, может быть, образование какое-то в этом направлении, финансы, и должен в своей жизни, наверное, осуществить несколько проектов, которые позволили бы людям, которые будут принять решение, могли бы как-то характеризовать этого человека по его жизненному пути. А вот вы говорите проект. Под проектом вы имеете, скажем, давайте в сторону финансов. Каким оборотом должен был управлять этот человек? Ну, на самом деле можно спроецировать и маленький оборот, и опыта, может быть, хватить. Но, конечно же, не только семейным бюджетом. Не только семейным бюджетом должен был этот человек управлять до этого. Скажем, я вам предложу цифру, согласитесь или нет, что, ну, не меньше миллиарда рублей в год. Ну, в республике у нас бюджет около 30 миллиардов, поэтому большое количество людей сегодня и в исполнительной власти, и в законодательной такими цифрами апеллировали, и поэтому... Вы соглашаетесь? Да. Так что, возможно, такая цифра. Я вот вижу кандидатом, скажем, на пост сити-менеджера, да. Во-первых, это должен быть профессионал-хозяйственник. Или у него инженерная подготовка должна быть. Или экономическая подготовка. Может быть, и юрист в данном случае, владеющий основами. Но главный критерий... Подождите, юрист уже не хозяйственный. Главный критерий все-таки работа руководителем какого-то крупного предприятия. Вот это основное, что я вижу. Крупного предприятия в какой? В народном хозяйстве, вот что ли, у нас, да? Либо это же, может быть, крупное предприятие, какой-нибудь айтишник, который там занимается крупной... Это ведь сегодня есть и не только государственные предприятия. Есть ведь крупные предприятия, которые коммерческие, но... А что имеется в виду, в вашем понимании, под крупным предприятием? Вы будете брать оборот этого предприятия? Либо вы будете брать количество людей в подчинении? Вы знаете, у нас, конечно, в городе и предприятий-то осталось уже всего несколько крупных. Но, как говоря, не переходя на конкретные фамилии никого, я вот сказал, что, конечно, имеет большое и первостепенное значение опыт хозяйственной работы. Хорошо. А вот немножко забегая вперед, спрошу, а вы можете на вскидку все-таки персонально назвать фамилии людей, которые бы вас устроили? Вот если вы знаете руководителей крупных предприятий, вот чтобы мы хотя бы как-то примерились к вашему... Я вам назову одну фамилию, которую вы знаете, но он уже тоже пенсионного возраста. Вот если бы был такой прообраз, вот ему соответственно. Вот Склярский Абрам Михайлович, помните его? Вот это сильный хозяйственник, который, ну, тащил на себе груз города, вот отдавался. Вот если бы вот такого плана был, я бы, значит, двумя руками голосовал за сити-менеджера. Вот совершенно как ушел на пенсию Склярский, и я вот ничего о нем не знаю, думаю, что здоров, вот. Он ведь, слушайте... Здоров, в Горгазе работает. Сейчас. А, ну вот, уйдя на пенсию, работает. Поэтому вот, в принципе, значит, может и Авраим Михайлович. Возраст уже, я бы сказал вам... А возраст-то ему, я думаю, ну, он младше вас. Я думаю, где-нибудь ему типа 65-67. Младше, но уже тоже пенсионного возраста. Но он такой мужчина, в общем, крепкий. Так, ну, тем не менее, слушайте, а вот критерий возраста для вас будет иметь значение? Я все-таки считаю, это тоже важный критерий. Важный критерий. И что это? Все-таки это должен быть такого работоспособного возраста человека. Ну, подождите. 45-50 лет. Вот это самое такое время, когда можно отдавать все свои силы и здоровье. Вот вы нам такой шаблон дали. Ты, значит, с крупного предприятия, ты 45-50. А будет иметь для вас значение пол сети-менеджера мужчина-женщина? Я думаю, что это неопределяющее. Это вам уже не важно. Будет для вас иметь значение там, скажем, опыт какой-то муниципальной работы или там вот, или не обязательно. Главное, ты руководил. Ну, опыт муниципальной работы, это тоже же важно. Это уже организационно. Нет, такая же несоединима. Ты можешь быть директором, ну, вот у нас магазины ЦСКА, господин Михеев. Я думаю, что там оборот, ну, я просто сейчас на вскидку, так скажу, миллиардов, да больше, чем ваш бюджет города, их оборот. Вот. И по возрасту он вам бы подошел. Но он не имеет опыта муниципальной работы. Я в этом плане, ну, не вижу этой кандидатуры. Не видите кандидатуры. Ну, вот, а по каким критериям не видите? Вот любопытно. По каким критериям не вижу? Не видите. Не вижу. По каким? Ну, во-первых, вот человек, который, ну, малый жизненный опыт еще. Ну, не знаю. Создать, знаете, по мне, так вот, такие, как господин Михеев, должны войти в почетные граждане города, потому что он создал такой бизнес. У нас все, когда едут на дачу, почему-то должны заехать в его магазин. У нас дома починить кран, заедут в его магазин. Попробуйте, это что, так просто создать такой бизнес? Ладно, снимаю этот разговор, поскольку это уже... Но я-то думал, что все-таки очень важно было бы, чтобы человек руководил крупным оборотом. Чтобы, понимаете, вот когда приходит к власти Галина Игоревна, которая до этого управляла только бюджетом семьи, и вот вдруг в ее распоряжении 4,5 миллиарда, вот, может, тут и происходят проблемы? Виталий Владимирович, вот почему мы интервью у вас берем в прессе? Ваша фамилия звучала на предмет этого поста, сети-менеджера. Вы объясните как-то появление такой информации? Ну, я думаю, что это, конечно же, эта информация, этот слух был запущен не мной. Мне интересно самому понаблюдать, что дальше будет. Я человек командный, и понимаю здраво, что если кто-то окажется в одиночестве на этом посту, то ничего хорошего не будет. Приходить надо с помощью команды и опираться потом на специалистов, которые будут помогать заниматься городом. Поэтому я думаю, что решение примет у нас руководство республики и городской совет. И это будет правильно. И любое решение будет принято, во всяком случае, и мной, как позитивное. И я могу и помощь оказать в этой работе, если потребуется. И как-то даже, значит, какие-то советы. И как председатель бюджетного комитета буду городу всегда помогать. В случае, если это решение будет другим. А как вы считаете, нужно будет сити-менеджера, для того, чтобы сюда пришел серьезный руководитель, сделать высокую зарплату на этот пост? А у них сегодня не низкая зарплата ведь? Там зарплата, вот, насколько я понимаю, у мэра города где-то 150 тысяч. Для руководителя такого, как вы назвали, хозяйственника, он получает там раза в три, наверное, больше. Конечно, да. А почему он должен терять в деньгах и вдруг прийти на место, где ты будешь таким объектом критики? Да? И ты будешь зависим от республиканской власти зависим, от федеральной власти зависим, от сбора налогов. Ты зависим очень серьезно. Ты действительно можешь не по своей вине стать объектом критики, да? И он должен почему-то понизить в деньгах и прийти сюда. Вячеслав Иванович, не кажется вам, что вы должны как-то материально заинтересовывать тех людей, которые придут на этот пост? Вы знаете, и на сегодня этот вопрос, он очень важен и решен в определенных пропорциях, как бы. Ведь я вам скажу, а оклад-то мэра совсем маленький. Он 18 тысяч рублей. Это оклад мэра. А дальше над него начинаются вот эти накрутки, добавки и так далее. И вот получится где-то уже 150 тысяч рублей. На сегодняшний день оклад мэра Петрозаводска где-то 150 тысяч рублей. Не всякого человека, который занят уже проектами, вот как вы говорите, устроит такая зарплата. Он явно должен будет идти на понижение своей зарплаты. Должны ли депутаты Петросовета как-то мотивировать этого человека и найти более высокую? Я думаю, что дело тут не в зарплате. Я думаю, что это просто интересный большой проект. Это новая ступень для любого человека. То есть вы считаете, что финансовый мотиватор тут не работает? Я думаю, что нет. Спасибо, Вячеслав Иванович, за приятный с вами разговор. Вот, ну теперь ответственность за вами, за депутатами. Вот сначала еще надо провести все в жизнь то, что мы говорили. Ведь надо еще провести слушание, внести изменения в устав. То есть это все еще проблемы. Нет, ну теперь вы обязаны это сделать. Обязаны, да. И поэтому теперь уж мы не сомневаемся, что это так произойдет. Лично я поддерживаю вот эту новую идею введения сети-менеджера. Спасибо, Вячеслав Иванович. В студии работал неизменный депутат Петросовета Вячеслав Иванович Кашин. В рубрике «Карелия лучшая» мы поговорим об одной скромной петрозаводской постройке, о ротонде. Ротонда в Петрозаводске была возведена в 1994 году. На набережной только началась установка памятников городов-повративов. Все памятники носили современный характер. И нашей набережной, по выражению архитектора Елены Ициксон, не хватало классики. И вот строят классическую ротонду. Да строят не просто так. По преданию, в начале XVIII века приезжавшая сюда супруга Петра I Екатерина изволила купаться в Онежском озере. Так вот, именно на этом месте и строят ротонду. И теперь петрозаводские красавицы здесь, вот посмотрите, в Онежской воде мочат ноги. Чтобы их жизнь сложилась по-царски. Так и будет, карельские девушки, ведь Карелия лучшая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok